Действительно, очень мне приятно слышать сегодня такие предложения, хорошие замечания. Мы должны, конечно, учесть и реплики, я думаю, присутствовать МИД и все это учтут. Вот, это, кстати, у нас уникальная возможность, правильно Бахт сказал, мы должны, ему раз называйся, не провести конференции, как заседание или как это все. И вот я согласен с другими многими ораторами, которые сказали, что, вот особенно Алексей Масрулов сказал, что действительно было много сделано в этот период времени, за 25 лет существования СНГ, я думаю, она не распадется, его механизм улучшить работу. Я думаю, сейчас пришло время, то настало тот период времени, мы должны обратить особое внимание и гражданство, общество, и все мы должны принимать самые активные участия. То, что передать те функции, которые говорили ЕАЭС или ВДКБ, может быть, надо здесь провести хороший анализ надо и оптимизации структуры СНГ, а потом рассмотреть, а то, что мы сейчас не передали, а потом самому СНГ нечем будет заниматься, она и распадется, чтобы мы этого не сделали ошибку. Делай одно, потом мы приведем к другому. То, что по мигрантам, вот здесь сказали, действительно, Мурас Узбайевич, сейчас мы когда провели ратификацию соглашения ЕАЭС, да, там нет уже таких терминов, что мигранты, там работники, работодатели, и то, что вот госслужащие будут уже принимать, будут работать на пространство ЕАЭС, это в ближайшем будущем это будет рассматриваться. То, что и будут наши работники и работодатели, они должны заключать трудовые соглашения, должны уже даже оплачивать страховые взносы пенсионные. В ближайшем будущем они могут получать пенсии в тех странах, которые работают. Вот мы должны с чем учиться. Да, потому что уже за это, само собой, мигранты уже не будут в этом отношении. Люди уже могут получать пенсии, работать на госслужбах в тех странах, и вот вообще это хорошая возможность, мы должны тоже его правильно понять. Ну, еще бы я хотел вернуться к тому, что было здесь сказано, что вчерашняя пресс-конференция, вот, Наргиза Владимирович Путин очень хорошо сказал. Вот задали ему вопросы по той базе, что военной базе в Сирии. Он говорит, зачем? Зачем она нужна там? Мы кого хотим, где достанем, хоть где достанем. Знаете, как было приятно на этом случае? А не так, что вы сейчас говорите, гипотетически в Аше мы создали военную базу в России. Нет, нет, вы сказали гипотетически. И сейчас наши журналисты выйдут и скажут, вот, в Аше начинается создавать новая военная база. Одной не хватает, только еще следующее. Мы должны правильно понимать, уважаемые дорогие друзья, что вот вчерашняя пресс-конференция, я с таким удовольствием смотрел до двух трех часов ночи, с повторами, вот те его высказывания, действительно мы получили исчерпающий ответ. Вот действительно я вам всем советую посмотреть повтор еще раз. Вот в реале времени сегодняшнего дня нам необходимо вот таких русских садов знать. От УЗ главного суда в первой из таких мировых держав мы должны понимать и делать особые выводы. Сегодня, тем более, наступило только в 2016 год, я вначале сказал, будь важным политическим событием, чтобы мы будем председать Кыргызстан. И я думаю, все страны сотрудничества примут самое активное участие, и наше гражданское общество и народ, чтобы это принимал. Мы знаем все. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно сегодня с вами. Давайте встретимся на такой площадке, подискутировать. Спасибо.